Казалось бы, все это было не так давно. СССР рухнул, страна стала выездной, партия перестала совать нос в личную жизнь граждан, а на рынок хлынули товары, бывшие еще совсем недавно в дефиците. Но вот прошел не один десяток лет, и люди вновь заскучали о СССР. Заскучали не за отсутствием частной собственности как таковой, не за командно-административной системой, которая подгребала под себя все сферы человеческой деятельности, а за какой-то мифической стабильностью. И все как один начали твердить, ну и пусть товаров было мало, зато якобы качественные, и пусть ботиночки у нас были старые и поношенные, зато нас все боялись. СССР якобы был вотчиной социального равенства, что все было для народа, что в стране было полное идейное единство. Однако целая череда массовых волнений и выступлений на протяжении всего существования СССР говорит нам об обратном. Что строй в стране не был столь идеален, а жизнь в СССР не такой радужной, как нам вещает телеканал Ностальгия. Мы привыкли слышать лишь то, что народ активно бунтовал и восставал в период царского режима. Однако после революции 1917 года практически ежегодно и по нескольку раз в год вспыхивали массовые восстания, крестьяне были не согласны с новыми властями. С приходом к власти большевиков по стране начинает шествие Гражданская война. И это не была война красных и белых, как мы привыкли видеть на экранах советского кино. Это череда вооруженных конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами, которые оказались не согласны с будущими строителями коммунизма. В самом начале становления СССР проходят ряд крупнейших восстаний. Одно из самых крупных – Чапанная война. Почти 150 тысяч участников. Причина – продовольственная диктатура. Происходила она на территории Симбирской и Самарской губернии в марте 1919 года. Начинается восстание как крестьянское. Позже крестьянам примкнули восставшие бойцы Красной Армии. Ижевско-Водкинское восстание. Причина – рост безработицы. Снижение заработной платы и мобилизация в армию. Участники – около 25 тысяч человек. Вилочное восстание. Крестьянское восстание в феврале-марте 1920 года. Причина – продоразверстка. Тамбовское восстание Антоновщина вспыхнуло в Тамбовской губернии. Причина – крестьяны лишили всяких политических и экономических прав, запретили торговать хлебом и стали забирать его силы. Это восстание запомнилось жесточайшим методом подавления. Против восставших применили химическое оружие. Последствия тех страшных событий в Тамбове катастрофичны. Тамбовская губерния была ликвидирована как административная единица. Количество уничтоженных, расстрелянных, депортированных повстанцев и членов их семьи так и не названо по сей день. Но речь идет о нескольких сотнях тысяч. Западносибирское восстание. Причина та же – продоразверстка. Участвовало около 100 тысяч человек. Таким образом, на территории вновь испеченного государства тут и там вспыхивали восстания. К концу 30-х годов их насчиталось более 13 тысяч, с общим числом участников более 2,5 миллионов. Восстания проходят на территории нынешних республик Кавказа. В Казахстане, восстания на Кубани, колединщина на Дону. По всей стране вспыхивают вооруженные конфликты, несогласных с новой властью. Басмачество в Средней Азии, ставившее своей целью борьбу с советской властью и изгнание большевиков. По официальной версии, было ликвидировано в 1931 году, хотя бои с басмачами продолжались вплоть до 1942 года. Даже коренные народы Крайнего Севера и Сибири успели проявить себя, неоднократно выступая против большевиков, которые хотели, чтобы те делились с ними оленями и пушниной. Часто для карательных операций и подавления мятежей большевики использовали интернациональные подразделения из австрийцев, венгров, немцев и даже наемнические батальоны китайцев. Или жестокие репрессии второй половины 30-х годов останавливают волну мятежей и восстаний. И вот так, в суете кровавых мятежей и репрессий, на пороге оказывается Великая Отечественная война. И вот тут, казалось бы, все должны были оказаться по одну сторону баррикад и биться с одним и единым врагом. Но память о красном терроре еще свежа. И с началом военных действий в Великую Отечественную войну первой восстает Чечено-Ингушская республика. Восстание Хасана Исраилова. В 1941 году восстает Литва. Сразу после нападения Германии сторонники независимости Литвы подняли вооруженное восстание против советской власти. И дальше, как лавина, коллаборационизм захлестывает СССР. Обозленные на советскую власть люди, получив оружие в руки, направили стволы в сторону Красной Армии. Переход на сторону Германии не был обусловлен поддержкой нацистских идеологий Третьего Рейха. Это было недовольство советской властью. В годы Великой Отечественной войны существовало порядка 50 формирований, состоящих из граждан СССР, воюющих на стороне Вермахта. Общая численность – около полутора миллионов. Не меньше трудилось на работах в пользу гитлеровских частей. Количество полицаев к 1944 году приближалось к 800 тысячам. Грандиозные масштабы предательства во время Второй мировой являются ярким свидетельством отношения к властям того периода. Война заканчивается. Начинается период жестких репрессий. Идет охота на ведьм. Под маховик репрессии в первую очередь попадают народы, чьи представители воевали на стороне Вермахта, и территории, бывшие долгое время в оккупации. Лагеря заполняются заключенными быстрее, чем успевают строить бараки и создавать лагерную инфраструктуру. Как результат – невыносимые условия содержания и, как следствие, нескончаемая череда лагерных восстаний. Еще вчерашние солдаты и фронтовые офицеры с легкостью организуют забастовки, которые перетекают в мятежи. Одно из самых крупных. В Оркутинское восстание 1953 года участвовало 15 тысяч заключенных. В период с 1945 по 1954 год упоминается о 20 крупных лагерных бунтах. После смерти Сталина жестокие репрессии прекращаются. Начинается оттепель и продолжаются массовые волнения. 1956 год. Волнение в Новороссийске. Количество участников – около 1000 человек. Славянск. Количество участников – около 600 человек. Причина – чрезмерная жестокость работников милиции. В этом же году массовые выступления в Грузии взволновались целый ряд городов – Тбилиси, Гори, Сухуми, Батуми. Причина выступлений – недовольство политикой Хрущева. 1957 год. Вновь волнение в Грузии. Недовольство вхождением в Абхазии в состав Грузии. Массовые демонстрации с требованием вывода Абхазской АССР из состава Грузии. 11 июля 1957 года. Подольск. Количество участников – около 7000 человек. Причина – убийство милиционерами местного жителя. 1958 год. Массовые беспорядки в Грузии. Причина – этнический конфликт. Около 3000 участников. В этом же году, в сентябре, Латвийская ССР, Рига. Массовые беспорядки. Причина – убийство при задержании милиционера местного жителя. Два человека было ранено. 1959 год. Август. Казахстан. Темиртау. Восстание рабочих. Количество участников – около 5000 человек. Причины – плохие условия работы строителей. Перебой с поставками провианта. При подавлении восстания с помощью армии применялось огнестрельное оружие. 1961 год. Январь месяц. Краснодар. Массовые беспорядки. В которых принимало участие около 1500 человек. Причина – задержание военным патрулем солдата. Люди посчитали, что патруль был чрезмерно жесток. Беспорядки переросли в антисоветское восстание. БИСК. Количество участников – около 500. Причина – конфликт между милицией и местными жителями. 30 июня 1961 года. Массовые беспорядки в Муроме. Участвовало около 1500 человек. Причины – смерть рабочих в медвытрезрители после того, как его доставили туда сотрудники милиции. Июль 1961 года. Александра. Массовые беспорядки. Количество – около 1500 человек. Причина – конфликт между милицией и местными жителями. Применялось огнестрельное оружие. Были убитые. 1962 год. Июнь месяц. Новочеркасск. Количество участников – около 4000 человек. Причина – недовольство рабочих электровозостроительного завода хрущевскими реформами. Повышение цен на продукты питания. Снижение рабочих расценок. И усиление эксплуатации. Протестующих рабочих разгоняли с помощью армейских подразделений. Применялось огнестрельное оружие. Были погибшие. В 1963 и 1964 году – шесть массовых выступлений с количеством от 150 до 1000 человек. Причины различны – конфронтации с милицией, недовольство руководством на предприятиях и этнические конфликты. 1965 год. Армянская СССР. Ереван. Крупное народное волнение. Количество участников – около 8000 человек. Причина – вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджанской ССР. 1967 год. Массовое волнение в Кыргызстане. Количество участников – около 700 человек. Из-за убийства милиционерами задержанного. Толпа ворвалась в здание ОВД. Один сотрудник был убит. Сожжены два РОВД и ГУВД. В город были введены войска. 13 июня 1967 года. Казахстан, Чемкент. Массовые беспорядки. Количество участников – около 1000 человек. Причина – слухи. Якобы сотрудники милиции убили шофера местного автопарка. В июле 1967 года в Азербайджане крупное народное волнение. Участвовало около 2000 человек. Причина – люди, недовольные мягким приговором суда, убийцы мальчика напали на конвой, отбили троих осужденных, прямо на улице убили и сожгли их. Беспорядки переросли в антиправительственные. В октябре месяце – Слуцк, Белоруссия. Массовые беспорядки с количеством участников – около 5000 человек. Причина – мягкий приговор убийцам местного жителя. В итоге здание суда сожжено. В огне погибли два человека, в том числе судья, вынесшие приговор. В 1968 год – Нальчик. Количество участников – около 4000 человек. Причина – милиция избивала задержанного подростка в участковом пункте. Разъяренная толпа ворвалась в помещение, убила участкового. В 1969 год – Ташкент. Участвовало около 1000 человек. Межэтническое столкновение были убиты и ранены. В 1970-х тоже почти ежегодно проходят народные восстания, волнения и массовые беспорядки. Причины – почти всегда одинаковые. Милицейский произвол, недовольство руководством на предприятиях и этнические конфликты. В конце 70-х заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Черняев пишет в дневнике о забастовочном движении в Советском Союзе. В фактах прекращения работы из-за плохих условий на производстве, произвола руководства, предприятий, задержки заработной платы и т.п. Указывается, что только в 1979 году имело место 300 учтенных отказов от работы, в которых участвовало более 9 миллионов человек. Восьмидесятые. И они начинаются с небывалого события. В 1981 году неонацисты решили устроить митинг в честь дня рождения Гитлера. Событие было предано огласке. В органах понимали, что туда придут журналисты западных СМИ, а потому придумали нестандартный метод разгона. Нацистов должна была проучить якобы советская рабочая молодежь. За рабочую молодежь выдали крепких парней из Люберец. Митинг неонацистов перерос в массовую драку с Люберами, которых пришлось разгонять уже сотрудникам МВД. В октябре 1981 года массовые беспорядки в Арджиникидзе, ныне Владикавказ. События, произошедшие в Арджиникидзе на почте конфликта между ангушами и осетинами. Количество участников около 10 тысяч человек. 1985 год. Декабрь месяц. Казахстан. Алмата. Количество участников около 5 тысяч человек. Причины – националистические настроения. В 1989 году произошло серьезное обострение политической обстановки в связи с событиями в Абхазии, заявившей о выходе из состава Грузии. Митинг приобрел антисоветскую направленность. Стало выдвигаться требование о выходе из состава СССР. Общее количество участников у дома правительства и здания в телестудии составило около 10 тысяч человек. В мае-июне 1989 года в Узбекистане произошли печально известные ферганские события, сколыхнувшие весь Советский Союз и перечеркнувшие миф о дружбе народов. Произошли массовые националистические погромы. 1990 год. Армянский погром в Баку. Причины – недовольство требованиями руководством Армянской СССР, вывода из состава Азербайджанской ССР на Горного Карабаха и включение его в состав Армянской ССР. Во время погромов были убиты люди. Из Азербайджана в Армению начались массовые бегства армян. Все это перерастает в вооруженный локальный конфликт. Июнь-месяц 1990 года. Киргизская ССР. Ож. Ожская резня. Количество участников – около 35 тысяч человек. Причина – этнический конфликт между киргизами и узбеками. Более тысячи убитых и огромное число раненых. И это, конечно же, не все. Я озвучил лишь часть самой известной, самой громкой массовой волнения и беспорядки, которые произошли на территории СССР за весь период его существования. Более подробный список я оставлю по ссылке под видео. В целом, если рассматривать причины всего произошедшего, можно выявить основных несколько причин. Это социальные и политические перемены, к которым люди были не готовы и категорически не согласны были их принимать. Это преступно-провокационные действия со стороны сотрудников милиции. И, конечно, это межнациональные конфликты. Ведь национальным вопросом правительство того периода занималось лишь на плакатах. А тем временем в странах так называемого соцлагеря – Румыния, Болгария, ГДР, Польша, Чехословакия – тоже постоянно проходили антисоветские восстания. Но это уже совсем другая история и об этом в другой раз. Всего доброго! Будьте здоровы! Не забудьте подписаться. Я расскажу вам еще что-нибудь интересное. До новых встреч!